Всем огромный-огромный привет! Сегодня хочу вам показать свой заказ в компании Фиберлик по 12 каталогу. Я немножко припозднилась с заказом на этот раз, только из-за того, что мои клиенты поздно мне сообщили то, что они хотят. А только для себя оформлять заказ мне не хотелось. Что заказали мои девчонки? Во-первых, вот такой гель очищающий для туалета. Парадокс в том, что я когда заезжала на работу, у меня был в наличии такой гель, и он как бы нужен не был. Но вот пролистав каталог, люди захотели. Бывает и такое. Хорошее средство, рабочее. Девчонки берут не первый раз, поэтому уже у них приоритеты, так сказать. Моя мама решила попробовать вот этот биопорошок стиральный. Это у нас для цветных тканей раз. И для... Сейчас все тут пороняю этими коробками. И для белых тканей два. Хотя я и сказала, что они, в принципе, сильные, я их, наверное, туда вот отставлю, не отличаются. То есть не выбеливает порошок белье, если оно цветное. И его постирать не для цветного, а для белых и светлых тканей. Я сейчас как раз пользуюсь такими порошочками. И для себя я решила, что я не буду на них тратить деньги. Я буду покупать вот такого формата. У меня тоже они заказаны. Это у меня постоянная клиентка, девочка заказывает. Она раньше изначально всегда брала только вот такой концентрированный. Но один раз я говорю, попробуй, ради интереса, для цветного, для ярких летних вещей. Он сохраняет цветность, сыщает цветом, классно простирывает. И, в общем, не оставляет никаких следов, умывается хорошо. Аромата нет. И она заказала фраз, теперь заказывает у меня их оба. То есть разницу люди чувствуют, что этот для белого и светлых тканей, а этот для цветных, для яркости цвета. Вот эти порошки у меня вне всякой конкуренции. Прямо вот так их сейчас забабахаю наверх. Я рада, что мои клиенты мне доверяют и тоже их заказывают. Так, по-моему, все из бытовой... А, нет, не все. Еще у меня вот такой пятновыводитель всегда должен быть в запасе. А лучше еще и два. У меня постоянно их берут. И причем, как всегда, нужно вот здесь и сейчас. Поэтому я заказала. У меня один в запасе есть. Вот будет второй. Для моих клиентов-торопыжек. Так вот, поставим бытовую химию рядом. Также у меня клиент заказала шампунь и ген для душа два в одном. Венда Авентюрас. Да, правильно, что ли? Мужской. К сожалению, не могу открыть флакон, потому что это не мое. И в парочку к нему она заказала туалетную воду, тоже мужскую. Впервые у меня такой не было. Я ее не слушала. По крайней мере, из флакона. Если только пробник, но уже не помню. Но, насколько я знаю, именно вот эта линейка, она пользуется популярностью у клиентов. Поэтому, думаю, должна понравиться водичка. Также заказали гель-спрей для полости рта с пребиотиками. Всегда свежее дыхание. Из серии Эксперт Фарма. Ничего не могу сказать про этот продукт. Я не пробовала. Поэтому буду спрашивать у клиентов. Здесь вот способ применения. Распылить. Вот. Кстати, я вот не посмотрела по срокам. Сейчас немножко пусть будет пауза. Но я хочу видеть август 2020 года. Девчонки, сроки уже, который каталог шикарный. Здесь, наверное, коробку надо открывать. Не буду. Здесь июнь 2020 года. В общем, всё. Со сроками Фаберлик разобрался. Слава Богу, высылает нам нормальную продукцию. Также у меня девочка заказала карандаш пятного водителя универсальный. Я знаю, что он многим нравится. Что многие восторги от его действия. Но я с ним не подружилась. Мне не он, не удобен. Он не всё, что мне нужно, выводил. Не так, как мне нужно выводил. В общем, я не подружилась. Долго он у меня валялся. Мне кажется, я даже его в пустышках не показывала. Выкинула. Потому что и бумажку надо заранее с него снимать, иначе она размокает. В общем, для меня это муторно. Для меня вот этот вот спрей пятного водителя прекрасно отстирывает все нужные мне пятна там какие-то возможные. И в таком я не нуждаюсь. Но девчонки берут. Кому-то действительно он нравится. Я взяла вот такой пробничек. Это ультракондиционер для белья. Сохраняющий тоже цвет. Положу девчонкам в заказ. Потому что что-то у меня с фаберликовскими пробниками какая-то проблемка. Хорошая цена у фаберлик на вот такое средство. Карандаш-стик для ног от натирания мозолей. То есть, вы знаете, что у вас новая обувь. Или наоборот, у вас не новая обувь. И вы знаете, что именно этими босоножками, туфельками вы натираете в определенных местах. Прежде чем надеть эти туфельки, смазывайте эти места вот этим стиком. И все. И у вас там не натирается. Все это проверено. Все это работает. Я сама пользуюсь. И всегда девчонки у меня тоже берут. Так, что еще у меня заказ клиента? У меня вот это все заказ клиента. Обычно у меня большинство мое. А в этот раз все наоборот. Просто стоило чуть дольше подождать. Фаберлик по максимуму. Тушь. Она шла у нас по бонусам. Рублей за 200. Тоже заказали девчонки. Я думаю, они уже знают, что это за тушь. Раз ее заказывают. Или наоборот, хотят с ней познакомиться. Так как прекрасная стоимость. Почему бы не попробовать? И теперь мой заказ. Я, как всегда, заказываю исключительно новинки и любимки. В этот раз у меня любимки все есть в запасах. А вот новинки. В серии Ля Крем вышла. Новинка с медом. Райские моменты. Так, тут у нас что написано? С медом и молочными протеинами. Гель для душа. Вообще, эта линейка очень хорошая. Здесь кремовые гели. Да, кремовый белый гель. Приятно пахнет. Я не скажу, что прям чисто медом-медом, но медовая нота определенная есть. Я обязательно уже сегодня ставлю его в использование. И уже традиционно я отдельный обзор, скорее всего, на новинки не буду делать. А во влоге упомяну свое первое впечатление о нем. И вот о таком средстве. Это тоже та же линейка райские моменты, но жидкое мыло. Тоже прямо сейчас пойдет у меня в использование. Тут, кстати, дата изготовления тоже вот июнь. Ну, все. На даты можно не обращать внимания. Фаберлик свою ошибку исправил по многочительным просьбам, так можно сказать. Затем я заказала вот такую интересную штучку. Это очищающая пенка для полости рта. Мне очень понравилась ополаскиватель из этой серии с грейпфрутом. А здесь с ананасом, я так понимаю. Так, что у нас написано? Новый формат очищения на ходу. Пенка проникает в самые труднодоступные места и очистит зубы от мягкого налета. Это идеально для тех, кто носит брекеты. Способ применения. Нажмите несколько раз на дозатор. Подержите пену во рту 5-10 секунд. Затем сплюньте. Ну, все. В общем, пеночку. Я надеюсь, что здесь будет хорошо работать дозатор. Вот у Фаберлик помимо срока, в сроке исправили. Еще я буду очень рада, если они исправят проблемы с упаковками. Последнее время это просто трэш. Что не средство, то не работает. Помба не работает, спрей не работает, дозатор не работает. Я надеюсь, здесь будет все хорошо. Я не скажу, что эта пенка бюджетная по стоимости. Но я надеюсь, она действенная и оправдает себя. Так, и, конечно, я теперь коплю бонусы. И на эти бонусы, там у нас баллы, они, по-моему, называются, на баллы за 1 рубль заказываю себе парфюмчик. На этот раз я заказала вот такой бюкет Денюд. Давайте его. Он, кстати, несмотря на то, что он вроде как уже выведен из каталога, дата изготовления у него июнь 2020 года. То есть вот он свеженький, приехал. Сейчас, если у меня сил хватит, нет, не хватит. Запакован он четко, крепко. Придется ножницами поработать. Я не все ароматы Фаберлик понимаю с первого затеста. И даже после определенного времени мне нужно с ними подружиться. Мне нужно время. Ой, какой флакон красивый. Он, видимо, протекал. Смотрите, там на дне такая голубая краска кругами. Я думаю, это протекал все-таки флакошка. Сейчас мы его вот так вот культурненько прикроем, чтобы торчить все. Флакон красивый. Флакон мне нравится. Аромат слушать боюсь. Слышала разные отзывы. И в основном он не нравится никому. Может быть, поэтому они его вот в эту бонусную систему. Крышка вся в пыли. Ох, девочки. Смотрите, как он открылся. Вот тебе и вода за рубль. Пахнет, кстати, ничего. Конечно, с ретро-ноткой. И как вот им пользоваться теперь? Нет, он все. Он там. Да, вот это номер. Что-нибудь буду придумывать. Может быть, вообще вынуть. В общем, буду обращаться к Стасу. Ну, хоть послушаю. Водичка, да, ретро-ретро прям. Цветочная. Ну, конечно, неприятность эту. Я не знаю, как я буду переживать на что-нибудь. Вот я нажимаю и прям слышу, как он там вовнутрь брызгает. Нет, без поляк. Ну, что за фаберлик. Вот только сказала про упаковки. Вот оно, наглядное подтверждение. Клиентов вы не любите своих, фаберлик. Не любите. Вот. Опять же, заказала вот такие пакетики для клиентов. Заказики складывать люблю. Такие, как бы, именные, да. И у меня уже не в первый раз заказывает мама и ее подруги вот такие. В этот раз они самые большие. Забыли мне сказать, что им еще надо. Заказали вот чуть поменьше. Красный. Еще потом синий им закажу. По 17 рублей. Это по 12, по-моему. В общем, пользуются. Пользуются популярностью. Также, конечно, я получила уже 13-й каталог, который уже действует с сегодняшнего дня. Я его еще не листала. Но я... Так, я сейчас еще грохну этот. Но я его возвращать не буду, девчонки. Тут парфюмерную воду за рубль получила. Не буду возвращать. Но просто в очередной раз убеждаюсь, что да, фаберлик это... Конечно, да. Не видела я здесь новинок. Я его как-то листала в электронном виде. И особо не обратила внимания, чтобы вот что-то мне в глаза кинулось. Новинки какие-то, особенно из бытовой химии. Нет. Вот книги я все думаю попробовать, заказать. Я очень люблю книги. Так, акции какие-то есть. Либо там, например, новинки есть из декоративки, которой я не очень интересуюсь. И уходовые средства особенно. Вот эта линейка вообще у меня аллергии вызывает. И для лица уходовые средства мне лучше бы сначала попробовать. Поэтому буду смотреть, что-то нужно мне или не нужно. Вот. Как-то он в этом каталоге меня не зацепило ничего, чтобы я запомнила, что да, вот я закажу в любом случае заказ. Ну, не знаю, посмотрим. Может, клиентов что-то заинтересует. Вот. Вот такой у меня был заказ с печальной ноткой. Туалетная вода, конечно, меня расстроила. Такой красивый флакон. Сейчас попробую пинцетом достать оттуда эту распылялку. Как-нибудь надеть. Может, Стас что-то придумает. Ну, жалко, конечно. Ну, куда деваться. Вот так вот фаберлик. Озорники, как бы сказала моя дочка. Вот. Девчонки, огромное вам спасибо за внимание. Рада была вам все рассказать, показать. Всем пока-пока. До встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok